Да, эти картины поступили первыми после проведения первой выставки, которая проходила в 1989 году. Мы первые. Место, в котором ни разу не было камеры. Автостопчики называют это автостопная карма. Максимально бюджетно и максимально насыщенно. Путешествие фотографа Павла Степаненко. Доброе утро, дорогие друзья! Как же я рада встречать утро и делить свое хорошее настроение вместе с вами. Вообще, я заметила, что проживать жизнь в компании единомышленников гораздо веселее и легче, чем в одиночку. Ведь это так важно, когда есть с кем поговорить, кому поддержать и выслушать. На календаре 7 мая, пятница. И нас ожидает много интересного. Сегодня, 7 мая, на Кольском полуострове ожидается пасмурная погода. Местами небольшой снег с дождем. Ветер восточный, северо-восточный – 4 метра в секунду. В Кандалакше – плюс 2 градуса. В Апатитах и Кировске – 0, плюс 1. В Никеле и Заполярном – 0 градусов. До одного поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске – минус 1, плюс 1. Дождь. Удачного вам дня! Всем привет, друзья! Сегодня утром мы побываем в одном уникальном месте. И потому, что попасть сюда было очень сложно. Пришлось долго ждать, проходить различные разрешения, согласования. Но нам все же удалось это сделать. И мы с вами побываем в фонде художественного музея. То, что мы первая съемочная группа, которая побывает в этом месте с момента основания музея, только усиливает его значимость. Экскурсию по фонду нам проведет Ольга Кузьминых. Это главный хранитель фонда. Правильно я сказал? Первый вопрос. Почему же сюда так сложно попасть? Ну, прежде всего, потому что фондовое хранение музея – это как хранение в банке. То есть в банке хранятся крупные купюры, миллионы, миллиарды, а здесь хранятся культурные сокровища нашей страны. Мурманский областной художественный музей – это самый молодой художественный музей в России и единственный музей изящных искусств за Северным полярным кругом. История нашего музея началась в 1989 году, когда в Мурманск принимал зональную выставку «Советский Север-7». Выставка имела невероятный успех, и после этого уже в январе 1990 года был основан Мурманский областной художественный музей. Ну, любой музей начинается с коллекции. Без коллекции ничего быть не может. Коллекция начала формироваться в 90-е годы. Нам передавали предметы из Мурманского областного краеведческого музея, из Национального фонда Росизо. А также, примечательно, что первыми экспонатами музея стали предметы именно с той выставки «Зональный советский Север-7». Я думаю, что всем интересно, как же предметы попадают к нам в музей. Два способа, очень просто. Это дарение, либо закупка. Наши самые главные книги по учету. Это книга «Прием на постоянное хранение». Как только экспертно-фондовая комиссия решила, что музей достоин стать музейным экспонатом, предмет музейным экспонатом, мы присваиваем ему определенный номер, порядковый номер, и о чем делаем соответствующую запись в данной книге. После этого, как я вам рассказала, мы должны написать паспорт научного описания, составить паспорт научного описания, где мы указываем номер как раз по книге поступления, инвентарный номер, который присваивается после того, как мы предметы писали, заносится имя автора, годы его рождения, звания различные, наименование, картины, техника, в которой она написана, размеры и описание. Для чего это делается? В случае утраты непредвиденной предмета или, например, пожара, каких-то стихийных бедствий, если останутся только фрагменты от предмета, то благодаря вот этим паспортам, которые у нас хранятся в соответствующих сейфах, мы сможем этот предмет на экспертизе атрибуцировать. На сегодняшний день в фонде хранятся более 12 тысяч предметов. Чтобы обезопасить эту коллекцию, установлены различные системы, видеонаблюдение, пожаротушение, климат-контроль. При чрезвычайных ситуациях у сотрудников будет всего минута, чтобы покинуть фонд. Двери заблокируются. Мне это сразу же напомнило фильм Кристофера Нолана «Довод». Вы сказали 10 секунд. Оксана, вот сейчас нам показывают картины, которые были самые первые, да? Они появились первые в музее. Да, эти картины поступили первыми после проведения первой выставки, которая проходила в 1989 году. Это Виталий Николаевич Бубенцов, канал Гронингема. Вот. Это Сергей Юрьевич Чеботаль, живописец. Портрет. Картины хранятся в специальных стеллажах, некоторые покрыты специальными пленками и чехлами. Эти чехлы для этого предусмотрены, для транспортировки. Сейчас вот здесь нет картины. Здесь нет. Эта картина сейчас находится в постоянной экспозиции. Вот она. А так, когда она сюда, после экспозиции, вернется обратно в фонд, ее вот сюда поместят, в этот чехол, да? Скорее всего, поместим, да, чтобы она была готова к транспортировке, если вдруг чего, да. Какая самая старая картина? Старая картина, это даже не картина, это икона. Икона датируется 17 веком. Она представлена нашей постоянной экспозицией, и посетители, придя в музей, смогут с ней познакомиться. Еще один сотрудник музея, Наталья Павловна Клишина, и отвечает в фонде за декоративно-прикладное искусство, да? Совершенно верно, искусство, да. Что туда, что здесь входит? Ну, во-первых, текстиль, да, а в текстиле у нас это лоскутное шитье, очень обширное, очень красивое, если посмотреть, потому что тут вот не видно его, оно все свернуто лежит, хранится очень хорошо, да. На первом этаже музея находится помещение, в которое уже может попасть любой желающий. Да, конечно. Да, и это называется как открытый... Это фонд открытого хранения. А, вот. Здесь что? Ну, самая главная была задача, в 2014 году этот открылся зал у нас, да? Потому что, во-первых, из-за того, что у нас все-таки хранения маловато, да? Вот, вот, да. Как бы увеличились очень. И чтобы здесь показать основные какие-то вещи, какие у нас есть, какие предметы, вот мы эту выставку эту сделали. И что, наверное, тут, наверное, все ценно, потому что здесь несколько, как бы, есть вот таких предметов, на которые можно обратить внимание. Вот, например, у нас прялочки стоят все, вот, которые мы, да? Очень многие, не многие, конечно, вернее, хотя да, многие. Если учесть, что это вот всего их, у меня 16 штук, да, прялок этих, то 6 из них нам подарил Александр Васильев, историк моды, наш телеведущий. Здесь же можно увидеть изделия из кости, бересты, много игрушек, изготовленных в разных техниках. И, как вы уже знаете, есть самые первые предметы, с которых начиналась коллекция благодаря выставке 89-го года «Советский Север-7». Вот с той выставки керамика. Вот эта керамика с той выставки, да, это чудовская керамика. Вот дымка, очень много дымки. Да, тут первые, наверное, первые 50 номеров, это дымка у нас. Потом идет Бубенцов первый, кажется, если я не помню. Ну, что такое, да. А первая есть? Так вот первая, вот номер один от Трубач. Ну, как вы уже догадались, друзья, в фонде художественного музея находится большое количество единиц хранения. Обо всем рассказать нереально, да, и показать это тоже нереально. Дело в том, что там снимать можно только в определенном месте, под определенным градусом. Так что на этом я закончу сюжет и попрощаюсь с вами. Надеюсь, было интересно. Доброе-доброе утро! Взбодриться с утречка и поднять себе настроение поможет физкультура и хорошая компания. Благодаря этим компонентам рождаются творческие видеоролики. Пример тому бурманчанин Александр Губанов. Здорово, когда любимое дело так вдохновляет и дарит новые идеи. Кстати, время смотреть продолжение программы. Автостопом по матушке России. История путешествия Павла Степаненко. Выставка «Кино или бег» планируем выходные заранее. Дарят ли занятия ушу внутренний покой? Своим опытом делится гость студии Дмитрий Горнага. Сегодня день рождения отмечает Владимир Бартко, режиссер, подаривший миру фильмы «Собачье сердце» и «Мастеры Маргарита». Поздравление принимает Михаил Бирюков, знаменитый вратарь ленинградского «Зенита». А еще в этот день и родился выдающийся русский композитор, дирижер и педагог Петр Ильич Чайковский. Доброе утро всем, кто встречает его вместе с нами. Порой многим из нас не хватает внутреннего покоя. О том, как его обрести, нам расскажет гость Дмитрий Горнага, инструктор по спортивному ушу Чань Цуань. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли. Как ваше настроение с утра пораньше? Как всегда, с утра пораньше у меня настроение никак. Чем это странно? Конечно, шутка. Нормальное настроение. Нормальное? Сойдет? Пойдет. Поделитесь, бывают ли у вас дни, когда настроения нет совсем? Конечно, бывает, как у всех. Так, и что вы делаете с этим? И делаете ли вы вообще что-то с этим? Встаю, пью кофе, иду на работу. Настроение мое улучшается. Специально я ничего не делаю, конечно. А как вообще воспринимаете такие периоды, когда нет настроения? Ну, это совершенно нормально, в жизни есть жизнь. Да, ну, просто все привыкли, что нужно всегда быть эгегей, в хорошем настроении, позитивчик, всех радовать. Совершенно не согласен. Ну, бывают в жизни огорчения. Как к ним относиться? Ну, наверное, надо оценить как-то ситуацию. И по-философски. Не придавать сильного значения? Конечно, не стоит. Большого значения. Вы занимаетесь в шоу уже? Практически 20 лет, наверное. 20 лет. Что привело вас? Конечно, меня привели, прежде всего, старые добрые китайские фильмы. Ахонгельдон, особенно, летающий человек. Попробуй перепрыгнуть. Это очень просто учитель. Вот, и в детстве я занимался акробатикой достаточно долго. А конкретно Чань Суань много очень прыжков. А я люблю прыгать. Вот, поэтому я давно хотел заниматься. А повлияло ли ушу как-то на ваше мировое восприятие? Нет, все-таки. Это спорт. То есть больше спорт? Это спорт, конечно. Особенно Чань Суань. Спортивный ушу. Можно, конечно, подбивать какие-то там философские подложки под это дело. Но занимаясь спортом не стоит. Превращать спорт, наверное, в религию какую-то. Ага. А мне казалось, что ушу это и что-то с духовностью связано. Нет, нет. Просто спорт? Ну, если даже в каких-то китайских, наверное, этих школах, интернатах, где преподают исключительно ушу, и то нет такого поклонения. Да, там тренировки, 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 перерыв на Чань и на арифметику, и снова тренировки. Но нет, это не религия. То есть, получается, вот как раз следующий вопрос у меня. В чем суть ушу? То есть, выходит, что это просто отработка техники, по большей части? Ну, вот опять же, почему ушу, да? Почему не плавание? Да. Ну, плавание, вот, это здорово. Я сам, получается, в бассейн сходить, я обязательно схожу. Но для меня плавание не так интересно, оно однообразно. То есть, туда-сюда на дорожке гоняешь и все. Здесь очень много движений, они сложные, сложные координационные, что, соответственно, и мозг выставляет работать иначе. Это еще с акробатики тоже пошло. Вот. И выносливость, и растяжка. Ну, то есть, очень много всего. И, ну, много дисциплин, в общем-то, ну, как и акробатика, и боевое искусство. Они собраны здесь в ушу. Если говорить в ушу вообще, то, конечно, это очень многограмма. То есть, и кулачный бой, там, владение оружием, каллиграфией и так далее. И каллиграфия тоже. Конечно. То есть, это не боевое искусство переводится, а воинское искусство. То есть, а воин – это не просто там человек с улицы, да, который, конечно, владеет и грамотой, да, и поэзией, возможно. В общем, да, это все в одном. Калакагатя, слово красиво есть, в древней греб. Калакагатя. Да, это идеал социального человека, у которого ум гармонично развит, и тело тоже. То есть, развитие гармоничного ума и тела. Ну, вот так вот, как-то так, наверное. То есть, такой многогранный образ, святый человек, я бы сказала. Вы могли бы показать пару элементов для эмоционального баланса? Или, может быть, успокоения, например, вот в моменте. Вот я знаю, есть дыхательные практики, упражнения. Может быть, из уши чем-то поделитесь? Если сидя, ну, да, можно вот. А давайте попробуем. Так вот. А тут пробовать нечего. Как обычно. Спина ровная. Это вам нечего пробовать. Вы это делаете, наверное, регулярно? Ну, периодически. Ну, давайте попробуем вместе. Садимся, желательно, на край. Моги на швене плеч, что желательно. Вообще лучше, конечно, либо стоя, либо сидя на коленях, лотос. Ага. Хорошо. Ну, мы так, да, попробуем? Ну, можно и так. Ну, вот успокоительное дыхание ладонь на ладонь. Центр ладони желательно соединить. То есть это у нас энергетические, очень важные точки в центре ладони лаугун. Ну, здесь необязательно их соединять, не нужно. Соединяем большие пальцы. Под живот положили руки. Успокоились. Глаза закрыли. И дышим животом просто и все. Именно нижней частью живота. А носом? Да. И выдыхаем через нос? Выдыхаем через нос. Дыхание. Ну, не концентрируемся на дыхании, на технике дыхания. Просто спокойно дышим. Животом. А, просто дышим. Животом. Нижней частью. То есть у вас грудная клетка остается в покое, а живот увеличивается и уменьшается на выдохе. Дышим, получается, в своем ритме. В своем режиме, да. Не надо специально как-то затягивать вдох и выдох. Ну, давайте чуть-чуть подышим. Успокоимся. Думаю, достаточно. Мне просто понравилось. Можно еще так посижу минут 10? Подышу. Здесь, кстати, вот важная вещь. Даже здесь, при таком дыхании, надеюсь, у вас себе заметили, что появляется улыбка такая на лице. Да. Дурная, да? Это называется... Это хорошо. То есть на лице же много мышц, и мышцы, когда мы хмуримся, используются раза в два больше, чем мышцы, когда мы улыбаемся. А, кстати, да, напряжение больше. Поэтому, когда мышцы лица расслаблены, наше внутреннее состояние спокойно, вот на лице появляется улыбка легкая. В цигу называется внутренняя улыбка. То есть мы можем сами себе внутри улыбаться. Мне кажется, я себе внутри улыбнулась. Это прекрасно. Так и должно быть. На этой приятной ноте закончим нашу беседу. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что позвали. Всего доброго. До свидания. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 7 мая, 74 рубля 58 копеек. Курс евро 89 рублей 68 копеек. Десять норвежских крон сегодня равны 89 рублям 51 копейки. Утро доброе, друзья. Как говорится, на севере жить – весело время проводить. Итак, что приготовили нам выходные? 9 мая в 11.40 от сквера у драмтеатра стартует традиционный пробег мира. Если ты за укрепление традиций и воспитание патриотизма, приходи и участвуй. А до пробежки предлагаю вам отправиться в глубины Вселенной и посетить планетарий. Здесь вы узнаете все о пути небесных открытий, от теорий древнегреческих астрономов до самых больших современных телескопов. Если ни спорт, ни космос вас не цепляют, тогда посмотрите старое доброе кино. 8 мая в 16.15 Киноклуб Мурманской Научки покажет картину Михаила Колотозова «Летят журавли». Вы сможете не просто хорошо провести время, но и поделиться своими впечатлениями и обсудить увиденное с другими зрителями. Что ж, собирайте компанию и вперед навстречу увлекательным выходным. А перед этим посмотрите финальную часть выпуска. Автостоп дважды в год. Павел Степаненко исследовал Архангельскую область. Отпуск и природа. Мне кажется, эти два понятия тесно взаимосвязаны. А если при этом еще и финансов тратится минимально, ну так вообще красота. Некоторые в этом случае выбирают автостоп дешево и сердито. Прямо сейчас расскажем вам об одном путешествии мурманчанина Павла Степаненко. Павел Степаненко автостопит уже 8 лет. С 2012-го дважды в год он проводит каждый свой отпуск таким образом. Самые длинные маршруты на его счету – путешествие из Мурманска до Астрахани и из Мурманска до Владикавказа. Познавать Россию с помощью автостопа – это интересно, уверен Павел. Все зависит от того, как вы ведете себя в повседневной жизни. Получается, что автостоп – это своеобразный Дедушка Мороз, который и решит, заслужил ты игрушку или нет. Но автостопчики называют это автостопная карма. Вот твоя автостопная карма, которую ты накопил или заслужил за свою предыдущую жизнь, она служит тебе службу, хорошую или плохую, во время путешествия автостопом. То есть, если ты человек интересный, какой-то привлекательный для людей, добрый, открытый, и у тебя вот карма положительная, то есть ты сам положительный, то у тебя все складывается таким волшебным образом, что даже так, как ты сам не мог мечтать. На этот раз Павел обратил взор на Архангельскую область. Почти месяц кресил фотограф по рекам Пинега и Онега. За это время на его пути попались полтора десятка деревень. А в Архангельской области я вот хотел посмотреть у меня деревню. Еще пять лет назад, тогда времени не было. А сейчас именно у меня был тур по деревням. То есть в городе я был только в одном за все три недели. И меня интересуют такие места и в других странах, и в России, где можно посмотреть жизнь людей, не похожую на то, что я вижу каждый день. То есть не городскую, такую минимально цивилизованную. Проблема ночевки решалась на месте. Несколько раз Павел спал в палатке, когда не удавалось добраться до очередного населенного пункта. Но этот момент прочно входит в жизнь того, кто постоянно путешествует автостопом. Кстати, бюджет всей поездки чуть более пяти тысяч рублей. Шикарно. Заходишь в деревню, ну и там, ну не первый, но второй, третий человек спросит, откуда ты? Куда ты путь держишь, путник? Вот в таком стиле и знакомишься. Люди приглашают на чай. Ну, потом спрашиваешь, я вот хочу погулять по деревне, там, с аппаратом походить, по красоту вашу посмотреть. Можно оставить вещи? Просто тяжелый рюкзак, чтобы с собой не таскать. Оставляешь вещи, а вечером, когда с ними возвращаешься, тебя уже не хотят никуда отпускать. Уже собрали всю семью. Тебя показывают, ну, ты рассказываешь о своих путешествиях, о том, почему ты сюда приехал, посмотреть на их. Такой захудалый быт, может быть, с чем он тебе интересен. Ну, и оставляют ночевать, потому что там нет проблемы с ночлегом, огромные дома, туда можно поселить, не знаю, роту солдат, и еще место останется. В отпуске Павел был не только путешественником, автостопщиком и фотографом, но и примерил на себя роль волонтера. В нескольких селах участвовал в восстановлении старинных деревянных церквей. Говорит, что хотел обрести новые навыки. Стандартный городской набор, смартфон, монитор, клавиатура обменял на деревенский. Дерево, бензопила и вера. Сложную работу выполняли профессионалы. Павел был помощником. Волонтерам, которым стал я на короткое время, дают работу такую, несложную, которую можно выполнить или в одиночку, или с кем-то в компании. То есть там помогали даже дети от 6 до 18 лет. То есть даже 10-летние дети там стояли на лесах, принимали 5-метровые доски. То есть когда работаешь в коллективе, ничего сложного и невозможного нет. Вылится ли его поездка в фотопроект или целую выставку, Павел пока не знает. За неделю после возвращения из отпуска руки дошли лишь разобрать весь отснятый материал. Понимание цельности возможного проекта придет на стадии обработки фотографий. Когда это случится, автор пока не загадывает. Зато охотно делится планами на следующий год. В следующем году я планирую осуществить то, что не сбылось в этом. То есть в апреле, надеюсь, получится слетать в Марокко, а в августе в Азербайджан. То есть я планирую долететь и до одной страны, и до другой, а там в течение месяца путешествовать уже по стране только автостопом. От увиденного православного мира в планируемый мир мусульманский. Может фотопроект родится на стыке именно двух религий? Узнаем не раньше сентября 2021. Александр Суняев, Павел Третьяков, ТВ, 21+. Мы на финишной прямой, так что смело можно выдохнуть и как следует отдохнуть. Мы этого точно заслужили. Желаю вам всего самого-самого доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин